Методы стимуляции овуляции. Природой заложено, что каждый месяц в организме женщины, а именно в яичнике, созревают яйцеклетки и количество их может быть разным от одной до трех. После чего яйцеклетка выходит из фолликула в брюшную полость, а далее перемещается вовнутрь фаллопиевых труб. Если в данный период вовнутрь попадут сперматозоиды, то возможно зарождение новой жизни оплодотворения. Однако бывает, что созревание фолликула происходит с нарушением или вообще нет овуляции, в такой ситуации производят ее стимуляцию. Перед проведением активации овуляции надо пройти медицинское обследование, сдать анализы для исключения венерических заболеваний, спиды и других половых инфекций. Причем, медицинское освидетельствование должны проходить оба супруга женщине и потребуется сделать ультразвуковую диагностику для углубленного обследования состояния маточных труб яичников. Гистероскопию проводят в случаях, если у вас были оперативные вмешательства, вы пользовались спиралью или были до этого осложненные. Роды мужчине надо будет провести посткаэтальный тест на совместимость пары и спермограмму при обнаружении всякого рода воспалений. Нарушение гормонального фона врач должен вначале пролечить будущую мамочку, а лишь потом приступать к стимуляции. Способы проведения стимуляции существуют две основные группы – медикаментозные методы. Активация овуляции при помощи народной медицины. Подробности смотрите ниже. Стимуляция с помощью медицинских, гормональных препаратов. Активация овуляции с помощью целебных настоев, отваров, соблюдение диеты. Стимуляция при помощи витаминотерапии и качественного питания и схема стимуляции овуляции. Главной целью активации овуляции является взращивание фолликулов до определенного размера – 23-25 мм. Для этого на 9-10 день 28-дневного цикла доктор отправит вас на первое УЗИ. Потом вы будете посещать этот кабинет практически каждые 2-3 дня, кроме этого, по достижении необходимого размера фолликула. Вам сделают инъекцию хорионического гонодотропина – Хагача, что обезопасит вас от затихания и развития фолликулов. По правилам, через сутки-полтора должна наступить овуляция. Чаще всего уколы для возникновения овуляции делают в мышцу или подкожно. Используя для этого инъекции гонол-Ф, менопур и т.д. Далее наступает вторая фаза, во время которой применяют гормональные. Для поддержания яичников – дефастон или прогестерон. Прием лекарств проводится под контролем вашего врача-специалиста. Будущая роженица в обязательном порядке должна следить за базальной температурой. Рекомендуется ежедневные сексуальные отношения с супругом препараты для стимуляции овуляции. Для зарождения новой жизни в чреве будущей мамочки надо, чтобы успешно произошли три процесса – овуляция зарождения эмбриона. Зародыш основательно закрепился в полости матки. Для этих трех этапов понадобятся лекарственные средства, а именно препараты ФСГ-ЛГ для роста фолликулов ХГЧ, для поддержания фолликула прогестиновые таблетки. Препараты для роста фолликулов такие лекарственные средства должен означать ваш лечащий доктор. Забеременеть вам помогут следующие лекарства – миногон. Его следует пить на вторые сутки от начала менструального цикла. Пить в течение 10 суток кластебегит. Эти таблетки пьют с пятых суток от начала месячных до девятых. У них сильное действие. Разрешается применять их не более пяти раз за всю жизнь. Пуригон – препарат действенен при естественном искусственном оплодотворении. После принятия последней таблетки ФГС или ЛГ на следующий день делают укол инъекции ХГЧ. В качестве гормона применяют профази, пригнил, гонокор, менопур и т.д. Для закрепления результатов нужно пропить таблетки с прогестероном, дюфастон, прогестерон. Укол ХГЧ при стимуляции овуляции. Для продолжения жизни желтого тела, формирования плаценты, активизации овуляции делают инъекцию ХГЧ. Как указывалось выше, укол делает внутримышечно или подкожно, после чего в течение 24 часов активируется овуляция. Подтверждается данный процесс на ультразвуковой диагностике. Чтобы зачатие было эффективным, понадобятся половые отношения за сутки до проведения стимуляции и сутки после проведения ее. Частоту таковых отношений устанавливает доктор. Противопоказания для уколов хорионического гонодотропина, лактация, гиперпролактинами, гипотиреоз, отсутствие желез половых. Аллергенные реакции, менопауза, опухоли, гипофиза, тромбофлебит, непроходимость труб, маточных, гипокортицизм, рак. Яичников гормональная стимуляция овуляции. Для гормональной активации овуляции важно, чтобы лечащий врач-специалист подобрал верные препараты. Именно доктор должен составлять графики приема медикаментозных средств, контроль их воздействия с помощью ОЗИ, лабораторных анализов, длительность употребления лекарств. Врач должен индивидуально подходить к пациенткам, учитывать их возраст, временной период, ненаступление беременности, показатели диагностических исследований. Стимуляция овуляции дюфастоном. В первой фазе активации овуляции дюфастон пить нельзя. Именно этот препарат будет препятствовать возможности зачатия. Сам по себе дюфастон – синтетический препарат. И пьют его уже в третьей стадии после укола ХГЧ, пока не установят факты зачатия. Безопасное применение дюфастона или чего не следует делать при приеме препарата с 16 дня менструального цикла, вы Тем самым можете нарушить процесс овуляции, в случае, если она задерживается, прекращение приема таблеток дюфастона на 20. Пятый день цикла грозит выкидышем последствия стимуляции овуляции. Если врач внимательно относился к пациентке, верно установил дозы препаратов и периодичность их приема, то стимуляция окончится появлением на свет нового жителя. Однако из-за неграмотности специалиста при проведении процесса могут возникнуть осложнения, а именно – нарушения функциональности. Щитовидные железы – такое возникает при приеме слишком больших доз гормональных таблеток, неправильная работа молочных желез, надпочечников, многоплодная беременность, разрыв яичников, сильный болевой синдром, скопление жидкостей в организме, малом тазу, легких. Увеличение размеров яичников, тошнота, нарушение стула, образование кисты, стимуляция овуляции народными методами. Для эффективной работы детородных функций женщины многие из них пользуются народными рецептами. Активацию овуляции проводят при помощи приема отваров трав шалфея, красной щетки, боровой матки, лепестков роз, большого подорожника, грязи лечения, с помощью такой процедуры возобновляется гормональная активация, устраняются воспаления ароматерапией, вдыхая эфирные масла шалфей, кипариса, аниса. Можно восстановить репродуктивные функции процедур принятия ванн с ламинарией правильного питания. Надо ввести в свой рацион молоко, твердый сыр, желтки, помидоры, шпинат, огурцы, финики, яблоки, бобовые, моркови, свеклы, тыквы. Ограничивать капусту, рис, инжир, груша. Приемы витаминов группы ВС, Е, фолиевой кислоты шалфей для овуляции. Принимают природное снадобье в течение 10 суток. Примерная дозировка чая 0,25 чашки 4 раза в день. Начинайте прием с 5 дня месячного цикла. Рекомендуется пить шалфей на протяжении 3 месяцев. Отвар шалфея Возьмите 1 большую ложку шалфея, залейте чашкой кипятка, накройте крышечкой, пусть отстоится 20-26 минут. Отвар шалфея с липой Для увеличения эффективного действия отвара Возьмите по ложке шалфея, липой, залейте кипятком, опять такие, накройте. Дайте отстояться в течение 20-26 минут. Стимуляция овуляции, отзывы и результаты. После стимуляции многие женщины получили счастливую возможность стать мамами. Есть, конечно, и безуспешные попытки. Многое зависит от правильного соблюдения рекомендаций врача-специалиста и опыта самого медика.